Слудска за неделю Минувшая неделя была насыщена разнообразными мероприятиями, посвященными Дню Спасателя. Одно из таких мероприятий прошло в Минском областном кадетском училище. Все подробности у нашего корреспондента. Во второй раз на базе государственного учреждения образования Минско-областное кадетское училище проходит соревнование по троеборью «Кубок вызова», посвященное Дню Спасателя Республики Беларусь. Сегодня мы проводим второй чемпионат «Кубка вызова» кадетского училища по троеборью, посвященного Дню Спасателей. Данный чемпионат у нас уже проводится традиционно. Впервые мы провели его в 2016 году. Троеборье у нас состоит из следующих этапов. Это мини-теннис, подтягивание и спасение на воде. Цель данного мероприятия – показать учащимся в Минской области, что у нас есть на территории вот такое прогрессивное современное учебное заведение, где ребята могут целенаправленно готовиться к поступлению в вузы силового блока, активно заниматься не только учебой, но и спортом, показывать высокие результаты, вести здоровый образ жизни и становиться достойными гражданами нашей страны. В этом году участие в соревнованиях приняли команды из города Любани, Солигорска, Копыля, Минского областного кадетского училища. Слузг представляла команда средней школы номер 11. Налажено очень тесное сотрудничество с областным управлением МЧС. У нас работают два класса – 8 и 9 класс, которые набирались и которые работают под патронатами именно областного управления МЧС. Одно из мероприятий, которое мы проводим совместно – это Кубок вызова. Проводим мы его уже второй год. В этом году мы расширили географию, и сегодня у нас здесь присутствуют команды из ближайших районов. Мы считаем достаточно важными эти соревнования, в том, что наши дети могут общаться с теми потенциальными нашими бутурентами, которые в будущем могут учиться у нас. Ну и презентуем, представляем наше училище для приехавших команд. Организаторами чемпионата выступили государственные учреждения образования Минско-областное кадетское училище, Минско-областное управление МЧС Республики Беларусь. Ребята соревновались в трех конкурсах – подтягивания на перекладине, настольный теннис и спасания на водах. Всех объединяло хорошее настроение и атмосфера дружеского соперничества, а еще желание показать как можно лучшие результаты. Одним из самых интересных, захватывающих, но и трудных этапов состязаний стало спасание на водах. Спасти манекен весом, максимально приближенным к человеку, при этом приплыть первым, не погрузив в воду манекен. Я принимаю первый раз участие в соревнованиях Кубок надежды. Расскажи о своих впечатлениях и какой больше всего этап запонравился. Понравился этап спасателя. Тащить этот манекен было так впечатляюще, как спасать человека в будущем пригодится. Напряженная борьба наблюдалась среди командка детского училища и средней школы номер 11. Ребята к концу соревнований вышли на равное количество баллов, но в профильном этапе троеборья, спасания на водах, команда учащихся к детскому училищу показала лучшую технику и мастерство. Для меня самым ярким впечатлением от соревнований было спасание манекена. Я впервые с таким сталкиваюсь. Я уже 7 лет плаваю, почти 7 лет плаваю в бассейне на тренировках, но спасать манекен оказалось труднее, чем я думал. Мне показалось, что самыми сильными соперниками были воспитанники из кадетского училища. Счастливым обладателем первого места и переходящим кубком вызова стала команда Минского областного кадетского училища. Второе место заняла команда средней школы номер 11 Слудского района. На третье место вышла команда Любанского района. Екатерина Никитина, Алексей Корзун, Слудск ТВ Областной семинар-практикум по нетрадиционным формам работы воспитателя семьями, воспитывающих детей с особенностями психофизического развития прошел на базе Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Там побывал и наш корреспондент. Семинары позволяют обмениваться опытом и знаниями, повысить свою квалификацию и встретиться с коллегами за одним столом. В рамках выполнения плана областного ресурсного центра по работе с родителями, воспитывающими детей с особенностями психофизического развития 18 января на базе Государственного учреждения образования Слудский район и Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации семинары позволяют обмениваться опытом и знаниями, повысить свою квалификацию и встретиться с коллегами за одним столом. В рамках выполнения плана областного ресурсного центра по работе с родителями, воспитывающими детей с особенностями психофизического развития, 18 января на базе Государственного учреждения образования Слудский район и Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошел областной семинар-практикум. Участниками семинара выступили воспитатели коррекционных центров со всех городов Минской области. Открылась семинар Наталья Леонидовна Сычкова, заместитель директора Государственного учреждения образования Минский областной Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Директор Слудского коррекционного центра Инесса Михайловна Пономарева познакомила гостей семинара с адаптивной образовательной средой. Семинар-практикум – это не сухое изложение цифр или консультирование. Это передача богатого практического опыта, накопленного воспитателями коррекционного центра. На семинаре слушатели познакомились с интерактивным методом форум-театр, как одном из эффективных форм работы с семьей в рамках проведения родительского собрания. Одним из увлекательных и захватывающих этапов семинара был калейдоскоп мастер-классов, где участники, работая в группах, изготавливали обереги с применением техники тестопластики, обучались технике плетения из газетных трубочек и даже делали работы с использованием техники монотипии. Какие же основные ошибки родителей при воспитании особого ребенка? Первое – это отсутствие интереса к ребенку и недостаточная взаимосвязь с ним. Все с нами согласны? Да. Второе – это воспитание в культе болезни. Областной семинар-практикум по нетрадиционным формам работы воспитателя с семьями включил все самое важное и интересное в системе работы воспитателя Слудского районного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Участники семинара отметили актуальность заявленной темы, высокий профессиональный уровень, творческую инициативу педагогов и практическую ценность предложенного опыта работы. Екатерина Никитина, Игорь Стрижкин, Слузг ТВ Еще одно традиционное мероприятие «Ко дню спасателя» прошло в Октябрьской и Десятой средних школах. Корреспонденты журнала «Юный спасатель» посетили данные учреждения и наградили победителей памятными подарками. Подробности смотрите в нашем сюжете. Ежегодный конкурс «Мечты сбываются» в преддверии Нового года проводит журнал «Юный спасатель». Мы в городе Слуцке уже были и поздравляли девочку Валерию Пайко из Десятой школы. И в ее письме, что очень тронуло, то, что в наше время, когда, конечно, многие ребята мечтают о телефонах, смартфонах, планшетах, в ее письме было очень много добрых слов. И, наверное, единственное ее желание было любви, добра ее семье и близким. Она сказала, что у меня все хорошо, у меня все есть, а вот для мамы, для папы она попросила здоровья, добра и всего хорошего. Конечно, это не могло не тронуть. Мы приехали к ней, потому что, наверное, главная цель издания – это заметить каждого ребенка. Не только в городе, но и в сельских школах, чтобы каждый ребенок знал, что у него может все получиться. Чтобы, написав такое самое простое искреннее письмо, он был уверен в том, что он тоже может в своей жизни, его мечту кто-то может исполнить. Письма со всей Белоруссии ребята присылали до 20 декабря, в которых рассказывали о себе, о своей семье. По итогам конкурса в Минской области выбрали девяти ребят, чьи письма не оставили равнодушным редакцию издания. И одной из этих писем оказалось письмо 11-летней Валерии. Один раз к нам приехали в школу люди с киноспасателей. Они с нами проводили конкурсы, развлекали нас, рассказывали о правилах, чтобы мы никуда не попали в беду. И сказали, что будет конкурс. Вот, я и решила поучаствовать. Написала письмо, попросила счастья, здоровья, любви, всего хорошего, благополучия, чтобы родители меньше уставали на работе. Написала, отправила. Вот ко мне пришли, дали подарки хорошие. Очень нравится мне. Я очень рада. В этот день награда нашла еще одного своего героя. Корреспондент журнала «Юный спасатель» посетила также и Октябрьскую среднюю школу. Дети с большим удовольствием принимали участие в викторинах, конкурсах и получали заслуженные награды от журнала «Юный спасатель». Наталья Бруй, Игорь Стрижкин, Слузг ТВ. На минувшей неделе прошли и районные соревнования среди детей и подростков по лыжному спорту и стрельбе из пневматического оружия «Снежный снайпер». Обо всем, что происходило, расскажет наш корреспондент. В районных соревнованиях «Снежный снайпер» встретились команды общеобразовательных школ города и района. Участие приняли школьники двух возрастных категорий. Организаторами мероприятия выступил отдел образования спорта и туризма Слузского райисполкома. Финалисты примут участие в соревнованиях в спорткомплексе «Раубичи». Снежный снайпер – одно из самых ярких зимних состязаний. Проходило в два этапа – лыжные гонки и стрельба из пневматической винтовки. В лыжных гонках учащимся надо было преодолеть дистанцию в один километр за минимальное время. А в стрельбе из пневматической винтовки из положения сидя в упоре сделать пять выстрелов в мишень на расстоянии 10 метров. Здесь соревнования такие прикольные. Я еще, конечно, поеду, но немножко страх берет, но я надеюсь, что я приеду первая или вторая хотя бы. Очень классно, очень вообще классно занимаетесь с этими лыжами, катаетесь. Круг очень большой, сложный, погода холодная. Первое место среди участников городских школ заняли в группе А команда средней школы номер 10, а в группе Б команда гимназии номер 2. Среди сельских школ первое место заняла команда Гоцуковской средней школы. Восемь лучших учащихся, проявивших себя в районном этапе соревнований «Снежный снайпер» в составе сборной команды, представляли Слудский район в областных соревнованиях. Екатерина Никитина, Вячеслав Будник, Слудск ТВ Ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь выступил в нашем городе. Слудские зрители остались под впечатлением от их мастерства и таланта. Наш корреспондент также был среди зрителей. Академический ансамбль песни и танца Вооруженных сил Республики Беларусь один из самых популярных и оригинальных музыкальных коллективов не только в нашей стране, но и за ее пределами. К слову, ансамбль наш город посещает с концерта уже не в первый раз. Снова и снова демонстрируя высокопрофессиональное мастерство. Концертные программы всегда разноплановые и разножанровые, что, безусловно, не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Сегодня состав ансамбля представлен мужским хором, оркестром, балетной группой и группой солистов. Стремление к новаторству и поиск оригинальных художественных решений, доказывающих совместимость традиционной музыки с современными формами ее подачи является изюминкой коллектива. Каждая встреча с артистами приносит зрителю незабываемые, эмоции и впечатления. К слову, на мероприятие были приглашены кадеты Минского областного кадетского училища, военнослужащие 30-й отдельной железнодорожной бригады и члены их семей. Сегодня диапазон творчества ансамбля огромен. Народные песни, солдатские пляски, классические произведения русских и зарубежных композиторов. Причем артисты ансамбля пообещали, что в следующий раз еще больше удивят слудчан. Олег Пинчук, Игорь Стришкин, Слуцк ТВ. На сегодня это все новости. Уже следующее воскресенье в 19 и 21 час и еще больше интересной информации в итоговой программе «Слуцк за неделю». Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok